Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Как творить милостыню тайно? И мы будем сопоставлять два текста, которые имеют как бы противоположный смысл. Это Евангелие от Матфея, 6 глава с 1 по 4 стих и Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Сначала я прочитаю Евангелие от Матфея, 6 глава с 1 по 4 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И в то же время в Священном Писании, тоже Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих, мы находим такие слова. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Как нам сопоставить вот эти два текста? Во-первых, надо понять, что в христианской традиции человек не имеет ничего сугубо своего, в том смысле, что все, что мы имеем, мы получаем по воле Бога. Об этом пишет первоверховный апостол Павел, это 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, то есть это не твое, а если получил, что хвалишься, как будто не получил, то есть как будто бы это твое». Все, что мы имеем, возможность видеть, слышать, осязать, обонять, это нам дано по воле Бога. Что же мы можем предложить Богу и другим, кроме того, что Бог дал нам, в том числе и через других людей? Сын наследует Отцу, духовное чадо пользуется наставлением духовного Отца, и все проистекает от Бога. Мне нравится, как Льюис в своей очень интересной, динамичной книге «Просто христианство», он предлагает такой пример. «Представьте себе, — пишет он, — сын приходит к отцу и говорит, «Дай мне деньги, я хочу сделать тебе подарок». Ну, обычно так и бывает, если речь идет о маленьких детях, которые хотят как-то порадовать отца, они приходят к тому же отцу и говорят, «Дай денег на подарок для тебя». Все, что мы можем предложить Богу, мы получили от Него. Все, что мы можем предложить ближним, мы получили через этих ближних по воле Бога. Действительно, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Следовательно, когда Слово Божие нам говорит, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры. И в то же время это же Слово говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. В чем разница, о чем идет речь? Мы ничего доброго не приписываем себе. Помните, как в канонике в окончании дня, там указание есть после чтения вечерних молитв, по мысли, что ты сотворил в течение дня хорошего, и припиши это Богу. По мысли, что в течение этого дня ты совершил дурного, плохого, и припиши это себе. Действительно, всякий дар совершенный, как сказано в Библии, исходит от Отца Светов, то есть от Бога. И давайте посмотрим, какие нам предлагаются комментарии. Святитель Иоанн Златоуст, это его гамилия на Евангелие от Матфея, он пишет, «И сказав, не творите пред людьми, Христос добавил, чтобы они видели вас». На первый взгляд, последние слова означают то же, что и первые. Но если тщательно рассмотреть, то можно увидеть, что последние слова означают нечто другое и заключают в себе великую осмотрительность, неизреченное попечение и сдержанность. В самом деле, можно и творя пред людьми, творить не для того, чтобы тебя видели, равно как и не творя пред людьми, можно творить так, чтобы тебя видели. Вот почему Бог наказывает или увенчивает не просто дело, но намерение. Действительно, Бог всегда судит наши намерения. Иногда мы совершаем поступки, о которых совершенно уверены, что они благие, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Но в результате они оказываются не очень благими. Такие наши поступки и деяния. Что пишет Ориген, древний учитель церкви? «Подобно тому, как вода всегда враждует с огнем, а огонь с водою, так что они никогда не могут существовать вместе, так тщеславие и добродетель противоположны друг другу и никогда не могут сосуществовать в одной и той же душе. Поэтому нам следует изгонять из наших душ тщеславие и пребывать в заповедях Христовых». Какие заповеди Христа имеются в виду? Христос заповедал нам блаженны нищие духом. И еще, блажение давать, нежели брать. Таким образом, Христос совершил то, что апостол Павел выразил словами, что Христос обогатил нас, вы слышите, обогатил нас нищетою Своею. То есть сделал свободными от всех тех лишних привязанностей, которые могут иметь место в нашей жизни. И вот Хроматий Аквилейский, святитель, пишет, «Господь во всем воспитывает нас небесным учением для славы совершенной веры. Выше Он учил, что праведное дело следует совершать не ради людей, но ради Бога». Это то, что мы прочитали, «Досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Теперь приказывает нам, творящим милостыню, не трубить в трубы, то есть не обнародовать наши поступки, потому что благочестивому уму не подобает совершать божественные дела в ожидании людской похвалы. «Ибо многие щедро жертвуют в пользу бедных, чтобы с помощью этого пожертвования приобрести пустую людскую похвалу и мирскую славу». Вы слышите? Это пустое людская похвала и мирская слава. Господь показывает, что они получили вознаграждение за свой труд в этом мире, то есть уже в этой похвале и в этой славе. Господь показывает, что они получили вознаграждение за свой труд в этом мире, потому что пока ищут мирской славы, упускают награду будущего обетования. Конец цитаты. Я читал такую христианскую притчу. Один человек много жертвовал на церковные дела, но он жертвовал от излишек, которые имел как крупный бизнесмен, миллиардер, предприниматель. И вот он умирает, и ангел ему говорит. Иди-ди в ад. Он начинает спорить с ангелом, почему я пойду в ад, я пожертвовал такие огромные деньги на церковь, на разные миссионерские программы, на монастыри. Ангел говорит, сейчас мы разберемся, конечно, справедливость восторжествует. Подождите здесь. Появляется через некоторое время ангел с двумя здоровыми чемоданами и говорит. Ну, мы все выяснили, действительно произошла ошибка. Мы знаем точную сумму, сколько вы пожертвовали на христианской инициативе. Вот в этих чемоданах это все. Берите их и все равно отправляйтесь в ад. Когда человек копит себе богатство на земле, где воры подкапывают и крадут, моль и ржа разъедает, все земное, тварное, оно истлевает от употребления, как сказано в Новом Завете. Это одна ситуация. А когда человек в Боге богатеет реально, имея намерение помогать ближним, не заботясь о прославлении своего имени, вот это то благое деяние, которое будет оценено на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и где моль и ржа не разъедает. В древние времена даже иудеи, они понимали опасность того, что человек трубит перед собой. Кстати, загляните в толковую Библию православную, там сказано, ну не надо думать, что они прям трубили перед собой. Это ошибка. На самом деле они действительно трубили перед собой. Когда они выносили цедаку для раздачи нищим, они играли в шафары, трубили в шафары, чтобы нищие побыстрее собрались, и они им эту цедаку раздадут. И у иудеев был один кодификатор закона, маймонит, и вот он каким-то внутренним читьем понял, что это некрасиво. Человек получает награду в том добрым, особым отношении к себе, и такая милостыня выглядит как взятка тому сообществу, в котором он живет. И он разработал интересную систему. Он сказал, несовершенная благотворительность – это когда вы подходите к человеку, который вас знает, в присутствии людей, которые тоже знают вас и даете помощь. Более совершенная благотворительность – вы подходите к человеку, который вас знает, в присутствии людей, которые вас не знают и даете благотворительность. Еще более совершенная благотворительность – вы подходите к человеку, который вас не знает, в присутствии людей, которые вас не знают и осуществляете вашу благотворительность еще более лучшая ситуация вы приходите к человеку подходите к человеку который нуждается но рядом нету никаких других людей вы в этом убедились и вы даете ему цедаку пожертвования и быстро отходите еще более лучшая благотворительность вы подходите к ящику для сбора цедаки посмотрели направо посмотрели налево быстро бросили туда свои деньги убежали в этом действительно если своя логика когда мы ищем славы только божий прославление его имени и так осуществляем свою благотворительность это разумно на руси например было принято подавать милостыню через известных старцев праведных и святых людей так многие купцы и предприниматели в питере когда не узнали что иоанн сергиев иоанн кронштадтский как он больше известен не доносил зарплату до дома и раздавал всяким нуждающимся и в результате матушка подала на него в церковный суд чтобы ради юродства иоанна сергиева зарплату выдавали бы матушке они ему самому и его лишили зарплаты то предприниматели смекнули вот что через него и надо помогать они приносили огромные суммы денег давали батюшки многие из них не были с ним знакомы и у просто уходили это действительно очень важно какое намерение у нас когда мы совершаем милостыню если наше намерение есть прославление отца небесного то эти наши добрые дела они действительно пойдут вместе с нами в тот мир где воры и подкапывают и не крадут и тля и ржавчина не разъедает берегите себя в боги богатейте подписывайтесь на библейский портал экзагет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте